здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад но всего 10 дней назад я вам показывала как я подвязываю свои огурцы в парнике и как они у меня здесь растут я говорила вам о том что огурцы в парнике я не прищипываю не ослепляю первые цветы в общем растут они здесь как хотят на свободном доступе и в свободной воле единственное что я пытаюсь это подвязываю ну первую на первой поре подвязываю все огуречные плети и вот сейчас и вам говорила что пройдет 7-10 дней мне необходимо будет подправить огурцы потому что огурцы это не вьющиеся растения а такие лазающие ползающие то есть они своими усами крепятся к опорам а сами не завиваются вокруг ну какого-то нашего сооружения то есть видите вот у меня была ниточка и вот плеть огурца мне ее не необходимо на первых порах подправить вот так вот подзавить на мою опору потом когда они уже дорастут до верха я этого ничего не делаю там они у сами сами цепляются куда хотят вот они уже тут хитренькие уже пошли на ту сеточку который я натянула в середине парника и усиками прекрасно за нее цепляются к че вот о чем я и говорила поэтому в моем парнике все плети они стоят как бы вот так вверх все стоят вверх и никто не валяется по земле то есть вот здесь вот выигрыш идет то есть не гниют плети при каких-то там мокрых погодных условиях например потому что сейчас я их закрываю а придет такая пора когда огурцы дорастут до конька парника наберут огромную вегетативную массу и я их закрывать не смогу и вот тут они уже растут ну как бы в открытом грунте будем говорить вот и сейчас я должна подправить огурчики свои делаю одной рукой поэтому не очень хорошо вот так чтобы они вот так вот были все столбиками открою вторую часть парника и вот так разберусь с ними иногда делаю повторные еще завязки потому что огурцы уже пустили плети дополнительные и мне надо необходимо кое-что подбежать ну что хочу сказать за 10 дней они все зацвели ну где то есть пустоцветы потому что у меня здесь только пчелопыляемые огурцы у них есть и пустоцветы и есть с огурчиком уже сразу вот видите первые пустоцветы тут уже с огурчиками то есть вот везде видно что они видите первые первое цветение уже началось и после того как я это сделаю у меня здесь достаточно хороший слой мульчи посмотрите уже какой большой вот какой глубокий слой мульчи там идет капельный полив вот он уже видите весь зарыт вот или многие пишут что после того как замульчировали им не нравится то что туда забираются муравьи которые живут под мульчой у меня ребята муравьев в парнике нет наверное им нравится жить у меня вка под камнями на клумбах вот там конечно они встречаются ну что я делаю когда увижу муравьи которые начинают рыть конкретно какой-то куст я немножечко вот на то место совсем чуть-чуть сыплю муравьи ну такие гранулы голубые и муравьи куда-то исчезает конечно они не умирает они просто уходят с этого места в какое-то другое пока я их опять не вижу пока они не начинают вот так сильно как-то мне вредить а там где они живут под камнями я никак не уничтожаю ничего с ними не делаю в общем мы стараемся жить с ним в союзе если они меня не трогают то я их точно не трогаю и вот в парнике с мульчой и в теплице с мульчой где растут томаты огурцы муравьев у меня нет слава богу поэтому все нормально мульча предохраняет почву от иссушивания сегодня такой ветер на улице что это просто даже вот хочется уйти с улицы хоть и тепло потому что она просто выдула все что можно включение что всю голову уже выдула поэтому треплет все что только на улице находится бедные мои цветы бедные растения в общем какой-то ужас соответственно такие ветры при теплость сухой погоде дождя опять давно не было и слушают почву мульча все-таки предохранять здесь трава от газона даже только траву которую я полю сейчас сейчас вам покажу я складываю точно так же вот сюда вот полола крупную траву сложила вот в ноги к огурцам пока и она пусть работает во благо перегниет будет перегной ну а сейчас предохраняет почву от иссушение и вот сейчас пролила 300 литров воды капельного полива ушло и что вам хочу сказать про удобрение которое самое лучшее удобрение для подкормки огурцов но в первую половину лета этим удобрением можно подкармливать не можно даже нужно подкармливать не только огурцы все культуры в саду капусту лук цветы что еще там ну не знаю вот огурцы тыквы кабачки в общем все сейчас требуют подкормки где большое содержание азота первую половину лета мы именно даем азот тем более огурцам кабачкам и тыквам которые должны нарастить большую вегетативную массу огурцы чем больше плетей будет тем больше соберем урожая поэтому и делаем такое ощущение что выгонку растения во второй половине лета когда начнется обильное плодоношение мы изменим формулу по подкормке а сейчас даем азот мочевину селитрой я не пользуюсь в огурцах и не в капусте ни в каких овощных культурах не пользуюсь потому что прекрасное натуральное средство которое имеет именно азотное содержание это сброженная трава или сброженный навоз а у меня это все вместе кто мне писал что не давно не видел фунтика вот он где чего ты сюда залез объясни мне почему ты залез на парник а фунтик тебе не стыдно ты зачем залез на парник ты потом нет дырки только делаешь а фунтик выглядит очень истощенным вот она что еще делать пожалуйста вот что ты делаешь а ой вообще а хулиган потому что шлендает целыми ночами слова шлендает употребила сейчас опять скажут что светлана вы плохо разговариваете ну простите меня выпадают у меня такие словечки не обижайтесь и вот у меня по огороду разложены вот такие расставлены вернее вот много таких разных бочек и бочоночков здесь конкретно находится трава сброженная и навоз конский свежий навоз конский я заказываю каждый год и у меня есть свежий есть прошлого года и позапрошлого даже года вот трава идет самое лучшее это крапива с большим содержанием удобрений в крапиве также идет сныть лебеда вот такие трава мокрица сочные зеленые сейчас они в самом своем соку поэтому одну треть бочки даже можно пол бочки накладываю этого удобрения еще добавляю конский навоз траву можно и нужно рвать с корнем чтобы была немножко земля в которой живут микроорганизмы они здесь разводятся раньше я сюда добавляла изолума мне писали что нельзя поэтому не добавляю вот это все перебродила и теперь добавляю воду разбавляю воду и только по сырой земле хорошо пролитой дождем лейка ли вы поливать капельный ли полив то есть должна быть очень сырая почва под огурцами и под любыми другими культурами и теперь везде в аннотациях написано 1 литр на день этого раствора вот этой сброженной травы или навоза на 10 литров воды поверьте мне я не знаю наверно у меня противоречивая натура или не знаю как сказать я всегда добавляю 2 литра даю вам честное пионерское слово никогда ничего не сожгла никогда у меня не видно никакого плохого результата то есть вот смотрите желтый ковшичек он где-то 0708 литра лейка ну наверно 07 лейка 8 литров я на эту лейку добавляю ровно два ковшика на большое ведро у меня есть 10 литровая добавляю у меня другой ковшик есть литровый добавляю 2 литра всегда добавляю 2 литра все прекрасно проходит если только сырая земля если вы будете просто посухой лить земле может быть тогда и что-то случится ну вот то есть если вы чуть-чуть перельете не переживайте об этом что дает эта подкормка дает большой вегетативный рост вы его увидите где-то сразу ну на 5-7 день видно уже результат этой подкормки что называется огурцы или любые другие культуры при хороших условиях то есть теплой погоде они просто прут такую подкормку не надо делать в холодную дождливую погоду это не работает а вот при теплой погоде вот такая подкормка на ура дрожжи разведенной водой я чего-то не пользуюсь честно вам говорю а вот именно сброшенную траву уже много много лет пользуюсь этой подкормкой и огурцы просто растут можно сказать как на дрожжах только на траве так что попробуйте у меня есть даже в плейлисте в прошлом году как я подробно показывала как я делаю такую заправку конечно единственный минус такого удобрения противный запах провожу вечером когда никто не слышит и когда никого поблизости рядом нет чтобы не портить настроение потому что мои дети называют это химической атакой они с маленького кстати выдумали это слово сейчас уже дядьки и все равно называют именно этим словом мама проводит химическую атаку поэтому ничего страшного лишь бы хорошо было нашим растениям а мы сейчас потерпим нам важно вырастить хороший урожай чтобы все-таки все что мы занимались чем мы занимаемся принесло свои плоды всего всем доброго вы были на канале у светланы лудисад у нас а вот и Продолжение следует...